Представители знака Зодиака Рыбы, мои дорогие рыбы и рыбки, здравствуйте! Второй расклад. Октябрь 2024 года. События на пороге. События с первых дней месяца и три главных события. Давайте узнаем подсказки карт. Конечно, будем реалистами, любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Я же вас хочу пригласить на свой сайт, и я оставлю ссылку в описании под видео, прочитать разные статьи, а также я оставлю в описании под видео, видео сами по себе, как бы переход к различным плейлистам. Переходите, читайте, смотрите октябрь и весь осенний период для нас вообще с какими-то новостями или некоторой смены нашей парадигмы может как раз совпадать тот вопрос, к которому мы стремились, он у нас как раз может и получиться, открывая новые возможности. Но есть еще и тот пункт, который вы словно хотели что-то осуществить. И вот эта мечта, она может и себе напомнить. И правда, по транзитам такое тоже вполне может произойти. Но мы идем вперед. И первая карта. Что придет? У нас сегодня колода добра, поэтому будем добрее к самим себе, к собственной душе, где-то себя не загонять в рамки. Итак, что же придет? Это как новые возможности? Или как, может быть, смена обстановки у кого-то? Итак, что уйдет вторая карта? Что будет продолжаться? Чем не соблазняться? На что соглашаться наоборот? И чего опасаться? И на колоде втором. Три важные, три главные события. Мы достанем три карты. Возможно, это сфера жизни, где вам придется принимать те или иные решения. Второе событие. И третье. С чем это будет связано, мы раскроем. Чем дело кончится, чем сердце успокоится. Итак, что же придет? Король земли. Практика, критерий истины, мои дорогие. Король земли, великий консерватор. Может быть, это вы будете в таких энергиях. Потому что поймете, что, ну вот, мои желания – это одно, мои намерения – это тоже все прекрасно. Но нужно быть реалистом. Может быть, для кого-то из вас нужно будет решать конкретный вопрос, который практических навыков требует. Не просто где-то там, ну, эфемерные какие-то плоскости или то, что мы, как из разряда мечты или наших желаний. Нет, у вас октябрь месяц, то что я могу сделать для себя конкретно на практике? У кого-то может быть решение финансовых вопросов. У кого-то может совпасть, все же это статусная карта, согласование в банках. По этой карте вообще проходят у нас как и бизнесмен, так и богатство, и надежные люди. Скорее всего, и ваши будут энергии таковы, что вам захочется окружить себя более надежными людьми, или вам захочется изменить свой статус, даже по работе. Потому что все же король земли – это где-то у нас больше… Хотя проигрываются и вопросы в личной жизни, безусловно. И тогда по этой карте вы, возможно, будете готовы за кого-то взять ответственность. Но если вы не готовы, значит, и ответственность не берите, скажу сразу. Хотя, может быть, как вы просчитываете что-то, оцениваете себя самого или саму, насколько я силен начать какой-то проект, пусть даже личный. Но здесь могут проходить больше дела, работа, учеба, документы, деньги. Ух ты! Что уйдет. Но какой-то вопрос вы точно решите. И понятно, что это не уйдет, но это вы начинаете и как будто завершаете какой-то проект. Вы можете переключиться на что-то новое. По аркану солнце у нас проходит словно жизненный период размером в полгода. И поэтому я могу предположить, что вы как раз в октябре будете завершать то, что где-то у вас за предыдущие вот эти полгода предшествующие или восемь месяцев, то есть, ну, почти с начала года, может быть, там пару месяцев, плюс-минус, то, что вы себе поставили в план. Вот здесь вы получите итог. Причем итог вас будет очень радовать, мои дорогие солнце. Вы можете изменить статус, действительно, достичь еще больших каких-то высот, но переход сделать совершенно необходимым, потому что ты уже как будто подвел, нам карта говорит, ты подвел своеобразную черту, причем блестящее какое-то у тебя получается завершение. И самое время подумать, какова следующая ступень или следующая страница твоей жизни, что будет продолжаться. Вот в тему очень, но с чем-то придется разбираться. Обратите внимание, весник огня, девушка, а у нее венок, как будто на голове из свечей. Планов громадье, энергии хочется и одно, и второе, и третье, и еще там много чего. А быть рациональным. Будут продолжаться, как и новые предложения, будут и новые возможности. Но о чем нам говорит, что должно быть как бы продолжено, на чем больше концентрирует нас карта, на том, что это, знаете, как новое приключение какое-то у нас может быть, но тогда с собой не рисковать. Или любую какую-то вашу задачу может быть как раз и продумать, более приземисто, материально. У кого-то это будут мысли о самостоятельном творчестве, потому что по этой карте проходит как своеволие, или энергичность, или когда мы хотим осуществить вот что-то именно свое. Но так король земли нам говорит о том, что будь реалистом и практиком, а карта солнца напоминает о том, что не стоит рисковать своим добрым именем, не стоит рисковать всем тем, что ты уже прошел и достиг, и вообще будь реалистом. Потому что вот этот венок из свечей, он вроде бы светит, но он может словно нам и создать некоторую такую иллюминацию ненужную, или фейверк, которые с практической, ну, жилкой, они никак не согласуются. То есть может нам добавить и наше какое-то желание или видение, может добавить решимости, безусловно. Это как рыцарь жезлов нам говорят, но будь готов к неожиданностям, ты не можешь все просчитать. Поэтому, может быть, вы еще будете словно методом каким-то проб и ошибок, вы можете пробовать как раз какие-то свои проекты и будьте готовы к тому, что у вас их будет много и, скорее всего, отчасти вы откажетесь. Чем не соблазняться? Десятка земли. Деньги есть, деньги будут, но деньги не тратим. Вот конкретно так. Не соблазняться. У кого-то это может быть, кстати, предложение с учетом Вестника Огня. А давай с тобой будем участвовать в каком-то проекте, и у вас ведь сейчас сильная позиция в октябре. И может быть, какой-то пройдоха вам встретится и скажет, а давай вложи вот сюда деньги и получишь большой куш. Ну, я утрирую, конечно. И вот тогда вы этого, если сделаете, то можете с чем-то просчитаться. Тогда солнце свое можете потерять. Солнце можно потерять, если вы будете рисковать своим добрым именем. Все то, что для короля земли свойственно. Повторюсь, финансы, само по себе благополучие, тепло-уютный дом, ваше положение в обществе. И, безусловно, как ваш статус, ваше доброе имя. Нельзя, не время рисковать с собой вообще ни разу. На что соглашаться? А вот где-то так незаметно лучше каждое предложение каждого человека. Тут ведь может нам говорить еще карта о том, что ты людям не торопись доверять. И подвойки воздуха – это когда мы думаем, мы делаем выбор. Мы очень рациональны. Мы находим информацию ту, если она недостоверна, или мы сами где-то чувствуем, а вы люди интуитивны. Если есть подсказка вашей души, что-то тут не то, или какое-то мутное дело, зачем в него ходить, продолжать. А вот, может быть, как раз найти информацию, или узнать, как работает в отношении вас закон, или узнать о достоверности организации, насколько она серьезна, или солидна, или конкретный руководитель. Может быть, и так, ведь тут банально может проиграться, обещают золотые горы, а потом будет пшик. Вот здесь вам вот это где-то холодность суждений, или когда вы просто ставите что-то под сомнение, как ни странно. Именно определенная доля сомнений вам помогает, а вот горячность как раз, увы, нет. И горячность, и ведь карты-то все такие, которые самодостаточные, у вас действительно что-то получается. Ну, так вот, самоуверенность – это прекрасно, а вот самонадеянность, она может у вас что-то разрушить, мои дорогие рыбы и рыбки. Будьте прагматиком, будьте реалистами. И чего опасаться? Правда, сильная позиция. Для кого-то может быть знакомство, знакомство, мои дорогие мужчины, женщины, которые очень важны в вашей жизни. Может быть, это и не знакомство, а перевести вы хотите ваши отношения на новый уровень. Или, может быть, есть та персона, когда хочется вместе с ней быть, но тогда нужно быть еще и реалистом. Все же это карта нового я, или когда мы надеемся сами на себя. Все же, если мы по энергетике, прекрасная карта у вас снова нам подтверждает, что как и смена статуса, так и что-то можно продолжать, есть какие-то возможности, но бездумно на что-то согласиться вы не можете. Поставить себя или поместить в зону риска вы опять не можете. Рисковать своими финансами, опять же, нет. И все карты нам об этом. Поэтому сохраняйте. И даже если меня смотрят все же мужчины, это ведь более добрая энергия. Император – это когда есть два мнения. Мое и неправильное императрицы нет. Она в более мягких энергиях. Она умеет со всеми договориться. Если нужно, она и отступит полшага назад, лишь бы собой не рисковать. И, видимо, для вас это будет очень важно. Три важных события. Первое, чтобы вот не было разочарования. Вы знаете, что? Тут какой-то прежний опыт либо о себе может напомнить, либо это ведь не то, что происходит теперь. А это какая-то, ну, застарелая ситуация, которая, опять же, всплывает. И весь осенний период нам что-то может вернуться. Или кто-то из прошлого вдруг о себе даст знать. Ну, и мы не должны, в принципе, повторить какой-то печальный опыт. Вот конкретно. Значит, своего рода испытания на прочность проверка такая, на устойчивость, может быть, чем дело кончится для вас. А вот как раз, если вот в таких дуальных энергиях, да, мы говорим, и императрица, то есть себя сохраняет, где-то терпение, не торопитесь действовать, лучше просчитайте. Или умейте увидеть какие-то знаки. Терпеливо пронаблюдать или найти какую-то информацию. Не торопить события, в принципе, чтобы вам не говорили. Может быть, какая-то ситуация должна развиться сама по себе, чтобы вы видели, ну, какую-то реальность, что же происходит на самом деле. Не то, что там пообещали, а вот как оно своим чередом идёт. И чем сердце успокоится? Успокоится, мои дорогие. Для кого-то из вас вы сумеете, даже с какими-то сложными людьми, если вас сталкивает судьба, правда, как бы договориться, или уйти от какого-то вопроса. Терпение или карта баланса, карта умеренности, чем дело кончится. Вот по умеренности, само по себе, как какой-то вопрос, может быть, вас с учётом Вестника Огня кто-то и будет выводить на эмоции. А вы не включайтесь, не поднимайте эту перчатку, и тогда всё закончится миром. Словом, вы в центре внимания должны быть для самого себя или самой себя. Второе событие, и по Аркану Луна кто-то может искать жилище, может быть, буквально вы желаете переехать, и по разным причинам. С другой стороны, нам карта говорит, у тебя, словно, должно быть пространство твоего убежища. С одной стороны, это может быть наш тёплый, уютный дом, и у вас ещё, тем более, карта императрица, куда мы приходим отдыхать, восстанавливать силы, или буквально, словно, укрываемся от жизненных невзгод. Может быть, вы будете дома что-то обустраивать. Для кого-то из вас, меня смотрят люди из разных стран, значит, вы, может быть, ищете это место, где я буду себя чувствовать в безопасности, и тогда, скорее всего, вы его найдёте. Парк Анну Луна могут накрывать эмоции периодически или сомнения. Давайте узнаем, чем дело кончится. Знаете, у вас могут быть такие сомнения по части того, что хочется быстрее, словно, что-то ускорить. А нам говорят об определённых задержках. И тогда, с учётом старшего Аркана Луна, ты куда-то не торопись. Есть, видимо, какое-то дело, которое, ну, как добрые дела, наспех не делается. И где-то ведь нам тоже говори, не торопись тут, потому что импульсы вот эти, когда само по себе желание, когда, эх, вот я сейчас и горы сверну, оставьте горы, пусть всё встанет от своей места. Посмотрите, тут как будто два вопроса, или это один, и он взаимосвязан как-то вот с разными энергиями или с какими-то возможностями. Но не спешность, как и карта старшего Аркана. Умеренность. Так и семёрка монет. Она нам тоже говорит, что всё приходит в своё время. Ну и где-то карта Луна иногда говорит, буквально, будь внимателен, потому что ты из-за какой-то спешки можешь и оступиться. Ничего глобального, конечно, такого не произойдёт, но именно промчаться на полном скаку и не увидеть что-то. И когда мы, ну, потом можем сожалеть, что мы чего-то вовремя не рассмотрели или куда-то поторопились. Вот будьте внимательны, чем сердце успокоится. А вам буквально нужно просчитать что-то. Посмотрите, для вас эта пауза совершенно необходима, ведь семёрка мечей – это у нас карта Вора. Может быть, вот она, карта «Десятка земли» в позиции чему или на что не соблазняться, как бы чему сейчас не время. Не время тратить деньги, не время соглашаться на чужие какие-то проекты, не время рисковать собой, время сменить пароли аккаунтов, быть внимательным к платёжным системам и вообще где-то храните свои деньги. К кошелькам, к сумочкам, ко всему. Будьте внимательны к своей недвижимости и движимости тоже, мои дорогие. По аркану луна, правда, да с учётом семёрки мечей. И украсть что-то могут. И причём в тот момент, когда вы что-то можете сами прошляпить. Я надеюсь, это, может быть, просто звучит как предупреждение, но будьте, правда, внимательны. Не рискуйте ни собой, ни своим имуществом, ни своим добрым положением. И третий у нас ещё один старший аркан, двадцатый старший аркан. И это как страшный суд, но суд совсем не страшный. И, кстати, в колоде Тару Добра это карта истинного успеха. И здесь нам об этом уже ведь сказали, но это переход на новый уровень. Мы тоже об этом с вами говорили. И просто карта подтверждает, что у вас в октябре своеобразный такой жизненный этап, когда вы подводите итоги. Да, вы уже чего-то как будто достигли. Или что-то вы уже наработали. Или часть вопросов вы уже решили. Но не время успокаиваться. Не время себя корить. Не время, кстати, это карта возрождения. И избавление от боли, от страданий. Выздоровление, будем говорить. И тогда у кого со здоровьем, может быть, ну так, не ахти, значит, будет улучшение. Ну, значит, все равно вот какая-то новая жизненная эстезя, она уже для вас приготовлена. Но всегда переходный период нас немножко штормит. Это как, когда мы дверь открываем, а где-то в помещении открыто окно. Вот этот сквозняк. Мы не знаем, как действовать. Поэтому и карты говорят, а ты не торопись. И тогда ты все увидишь. Более понятна обстановка. Чем дело кончится? У вас будут те предложения, которые вы можете проигнорировать. А вам нужно все увидеть. Вам нельзя от чего-то и отказаться. Значит, есть вещи или какие-то темы, которые могут для вас прозвучать. Или вам самим захочется что-то осуществить, которые, ну, продолжать определенно 10 раз подумать нужно. Но есть и то, от чего вы не должны отказаться. Будьте мудры, мои дорогие. И чем сердце успокоится? Я так вижу, что для кого-то из вас это может быть новое развитие вашей личной истории. Особенно для тех, кто сейчас один или одна. И от того, как вы готовы, если вы действительно хотите сольный вариант свой завершить, то тогда нужно продумать, какие шаги, как выйти судьбе навстречу. Или где я могу конкретно, в каком месте познакомиться. Но и не отворачиваться от какого-то знакомства, если вдруг оно состоится. Да, мы пока с собой не рискуем. И вот к новым людям, кстати, это в первую очередь относится. Но мы никогда не будем счастливы, если мы не расширим свои возможности, хотя бы даже в плане знакомства, если мы о личной жизни говорим. Отгораживаясь от мира, мы не можем всё равно себя обезопасить на 100%. И если прежняя история какая-то была грустная, или с человеком вы с таким столкнулись, наоборот, нужно больше людей добавить в собственную жизнь и быть при этом предельно внимательным. Изучать людей. Вот что как будто нужно. Изучать те возможности, которые к вам приходят. Давайте карту совет я достану. Но здесь как будто больше личная жизнь. И личная жизнь, и в очередной раз у нас выпадает девятка монет. Вот здесь у нас, точнее, девятка монет была, десятка монет, извините. Но это карта самодостаточности, это карта того, что у нас как и статус может измениться, когда мы с собой довольны. Это карта успеха, это карта каких-то правильных действий. Перекладывайте на себя, мои дорогие рыбы и рыбки, и будьте счастливы, будьте любимы всегда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова